Всем привет! С вами Дмитрий Денисов. В этом уроке мы познакомимся с очень полезным плагином для Blender UV Squares. Ссылку вы можете найти в описании ниже. Тематика данного урока работа с UV развертками. Одна из самых полезных функций плагина выравнивание развертки до прямоугольной или квадратной формы, что позволяет сделать ее более аккуратной и ровной. Помимо этого, в плагине присутствуют очень удобные функции по работе с UV. Для того чтобы установить плагин, в настройках программы Edit Preferences Addons нажимаем кнопку Install. Далее находим архив с плагином, выбираем его и устанавливаем. Переходим на вкладку по работе с UV. Я покажу как быстро создать развертку на примере этикетки бутылки воды. Все очень просто. Создадим новый материал и присвоим его объекту. В канале Base Color выберем текстуру, которая позволяет видеть результат. Эта текстура очень удобна, так как содержит квадраты, точки, буквы и цифры. Пригодится это для того, чтобы увидеть проблемные участки развертки. Далее нам нужно определить, где будет располагаться базовый шов, для того чтобы развернуть модель. Я планирую сделать шов с обратной стороны бутылки. Выделяем blue последовательность ребер. Нажимаем Alt плюс левая кнопка мыши. Далее в меню Edge, Mark, Seam. Теперь у нас есть шов, нужный для корректной работы. Инструмент Unwrap. Выбираем любой компонент мыши, нажимаем A. Далее в меню выбираем Unwrap. Настройки можно оставить по умолчанию. Теперь посмотрим, что у нас получилось с разверткой и как будет выглядеть текстура. Первое, что я бы хотел исправить, это масштаб текстуры, сделать ее меньше. Переключимся на вкладку Shading, изменим масштаб текстуры. Выделяем ноду с изображением и нажимаем Ctrl плюс T. В ноде Mapping выставляем масштаб 3. Снова переключаемся на вкладку UV Editing и видим, что текстура стала меньше. Чтобы текстура была яркой, я отключаю видимость Face в Viewport. Повернем текстуру на 90 градусов против часовой стрелки. Для корректной работы плагина нужно включить режим UV Sync Selection. Теперь рассмотрим основные функции. Функция SnapToAxis позволяет выровнять UV по оси X или Y. Функция SnapWithEqualDistance выравнивает UV по осям и равномерно их распределяет относительно друг друга. Следующая ключевая функция, которая нам пригодится для создания развертки ToGridByShape. Она выравнивает базовую развертку с учетом основной формы. Небольшая заметка. Данная функция работает как с произвольным выделением, так и с островком UV. Комбинация клавиш Alt плюс E. Далее очень похожая функция ToSquareGrid. Но с разницей в том, что на выходе получаем квадраты. RipVertexAndFaces позволяет отсоединить выбранные точки или полигоны. Выделяем последовательность и перемещаем в нужное место. Последняя функция SnapToCloseUselected позволяет соединить выбранный компонент в единый островок UV. На этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok